Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 15 часов 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор высшей школы экономики, кандидат политических наук. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Здравствуйте. Можно нас всех, наверное, поздравить с тем, что Крымский мост официально открыт. Не открыто еще пока движение, но завтра утром уже будет официально открыто. Президент уже на КАМАЗе, за рулем КАМАЗа, проехался по мосту. О значении, о политическом, прежде всего, значении этого моста можно чуть-чуть? Вот пару слов буквально. Ну, можно и не пару. Про Крымский мост можно рассказывать часами, если не неделями. Смысл очень простой. Крымский мост – это символ той самой реальной России, которой мы живем. Потому что нас очень часто критикуют, что мы проигрываем какие-то информационные войны. Нас вот как бы унижают наши замечательные международные партнеры, которые про нас говорят гадости. Против нас, безусловно, ведется информационная война. И что, мол, вот мы как бы проигрываем это соревнование. Ну, может, информационную войну мы действительно как бы не выигрываем, как минимум. Хотя, надо сказать, что наши замечательные партнеры находятся все более и более глупым в положении. Чем дальше, тем больше. Но то, что Россия противопоставляет вот этой информационной войне реальное дело, реальные шаги – это медицинские факты. Крымский мост, который, ну, сперва он просто не мог быть построен. Потом он был построен на Мосфильме. Потом он должен был развалиться. Потом он должен был быть сметен течением и вот этим ледоходом. Но то, что он открыт – это вот та реальная Россия, та скала, собственно говоря, на которой мы все коллективно и находимся. Просто надо запомнить это ощущение, ощущение хорошо выполненного дела. И дальше, собственно, с ним идти больше ничего не надо. Что касается значения Крымского моста, то, я думаю, недальновидны те, кто говорит о том, что это политический мост. Да, конечно, этот Крымский мост серьезно увеличивает связанность территории Российской Федерации, дает новый канал, что называется, логистики в Крым. Но если посмотреть на ситуацию с точки зрения определенной перспективы, то, конечно, создание Транс-Черноморского кольца с выходом на Крым, особенно на Западный Крым, где должна заканчиваться трасса Таврида, это, конечно, абсолютно новый логистический коридор, значение которого будет оценено лет через 15. То есть вы ждете еще в перспективе развития этого проекта? С выходом на куда? Дальше-то что? Дальше? Ну, вообще, дальше Восточная Европа, Турция и Средиземноморье. И вообще, надо сказать, что первые логистические проекты по поводу Крымского моста, они, знаете, возникли? Не поверите, это XIX век, это англичане. Поход на верю, конечно, потому что я читал тоже эту историю. Да, эта история поразительна, но это факт. Она не могла быть осуществлена на том уровне развития техники и технологий, но, тем не менее, люди думали о коротком пути из Европы в Индию. Я вот еще почему спрашиваю про значение этого моста. Если вспоминать историю с Крымом, то на какой-то период времени присоединение Крыма вызвало определенную эйфорию в обществе. А сейчас эта эйфория уже не ощущается, люди начали задумываться о том, а что дальше, а перспективы каковы. Сейчас открытие моста вроде очередная веха. Вот она будет ли иметь какое-то аналогичное значение или близкое значение к тому, что произошло со всем полуостровым? Ну, во-первых, надо сказать, что для Крыма и крымчан открытие моста это, конечно, колоссальная вещь, потому что я вам могу сказать, что очень многие абсолютно, даже абсолютно пророссийские настроенные люди, которые готовы были стоять насмерть и в 2014-м, и в последующие годы, и которые, в общем, надо сказать, особенно вот я в Крыму бываю каждый год, я там отдыхаю каждый год после присоединения. Вот я вам могу сказать, что особенно тяжелыми были 15-16-е годы, а это надо было просто перетерпеть. Сейчас, конечно, уже другое, что называется, и атмосфера, и ситуация, но 15-16-е годы для людей были, в общем, довольно тяжелыми. Эти люди перетерпели, но даже очень пророссийские люди, в общем, не до конца верили, что Россия сможет построить этот мост. Поэтому теперь количество людей, которые нам верят, как России, и не только в Крыму, но, например, на той же самой Украине, да и, в общем, и в Восточной Европе, оно просто категорически увеличилось. А главное, что Россия доказала всему миру, не только себе, себе главным образом, но и всему миру, что она может осуществлять колоссальный по значимости логистический проект, который мы ранее, в общем, очень много лет не осуществляли. А что же касается эйфории, то я крайне скептически отношусь к эйфориям. Вы знаете, они все быстро улетучиваются, если под эйфорией не возникает никакого реального дела. А что же касается того, что происходит в Крыму, ну, это просто надо видеть каждый год, как меняется полуостров, как возникают и новые инфраструктурные объекты. И в этом плане, конечно, нельзя не сказать о трассе Таврида. Которая строится пока. Которая строится, но часть, когда вы едете по шоссе, часть проектируемой и строящейся трассы Таврида, она видна. И надо сказать, что это производит впечатление циклопического сооружения. И аэропорт новый, потому что я-то прилетал еще в 2014 году, в августе месяце. И надо сказать, что это производило, аэропорт Симферополя производил очень сложный. Впечатление мягко, скажем. Поэтому Россия никому ничего не должна доказывать. Она прежде всего должна доказывать себе. Потому что все проблемы России последних 200 лет, они проистекали из того, что мы сами себе не верили. У нас вообще есть такая проблема у русских, у россиян, у людей, которые живут в России. Мы не всегда себе верим. В тот момент, когда мы начнем себе верить, у нас получается обычно все. Я предлагаю двигаться дальше. Возможно, к этой теме нас еще вернут радиослушатели. А сейчас про то, что происходит в Иерусалиме. Палестино-израильское обострение, очередная эскалация конфликта на фоне переноса американского посольства в Иерусалим. Это послужило, по сути, спичкой для вот этого тлеющего конфликта, которому уже не одна тысяча лет. Чего ждете? Ну, я, собственно, ничего не жду, потому что я не думаю, что все это вспыхнет сейчас. Но давайте посмотрим на всю эту историю в динамике. Да, она ведь началась не с переноса посольства США в Иерусалим. Во-первых, это никакая не неожиданность о том, что это посольство будет перенесено. Господин Трамп говорил все время. Ну, до него все президенты практически обещали перенести туда посольство. Ну, понятно, он четко сказал, что он перенесет. И было понятно, что он перенесет, поскольку, собственно говоря, это был тот тезис, на котором он в том числе, помимо всего остального, выиграл выбор. А господин Трамп, и надо ему отдать должное. Он очень многие вещи, которые обещает, он делает. Этим он отличается от подавляющего большинства американских президентов, которые обычно никогда не выполняют то, что они обещают. В этом смысле это очень опасный человек. Вот, поэтому началось-то это с другого. Началось это с того, что вопреки просьбам, я бы даже сказал, в чем-то мольбам одного из ключевых американских союзников под названием Турция на Ближнем и Среднем Востоке, да, Соединенные Штаты решили сконструировать курдское государство. Уже тогда было понятно, что Соединенные Штаты на Ближнем Востоке, ну, если и не перешли к логике, известной нам по фильму, где была произнесена фраза, так не доставайся же ты никому, да, то, по крайней мере, эту логику очень серьезно рассматривают. А дальше все это производные, да. Этот совершенно безумный удар по Сирии крылатыми ракетами, да, которые непонятно куда летели, непонятно куда прилетели, но, тем не менее, это был очень серьезный дестабилизирующий шаг, да. Это то, что Израилю был дан фактически карт-бланш на борьбу с иранцами на территории Сирии, на, типа, мы вас поддержим. Знаете, вот господин Трамп, это по типажу своему советский порторг. Вы застали, конечно, советских порторгов, нет? Я помню. Да, помните, да, вот вы приходили жаловаться в Портком, да, порторг вас выслушал и говорил, мы вас поддержим, и никогда ничего не делал, да, но вы выходили с уверенностью в завтрашнем мне. Вот это Дональд Трамп, это порторг, который сказал Бензамину Натиньяху, мы вас поддержим. В чем будет заключаться эта поддержка, не знает еще даже сам Трамп. Но Израиль почувствовал, что у него развязаны руки, он провел три операции, из которых две я бы назвал успешными, а одну я бы назвал крайне спорной. Вот, но тем не менее, спичку-то, собственно говоря, до Трампа там поднесли. Спичку поднесла, значит, Турция, которая начала громить этих несчастных курдов уже совершенно откровенно. Спичку, в общем, не прочь поднести Иран, наши замечательные региональные союзники, которые вот сейчас вот, насколько я понимаю, они приватизируют ситуацию в Ираке. С последующим выходом на иракскую нефтяную промышленность, это же надо понимать, какой вселенский вопль возникнет у наших европейских друзей после этого, которые в это дело деньги вкладывали. Ну, так, между прочим. Поэтому, конечно, на Ближнем Востоке возникает очень сложная ситуация, в том числе связанная с тем, что от вот этой спички, вы, кстати, очень такой образ хороший, что привели, что вокруг Ближнего Востока стоит человек шесть со спичками, да, каждый по-настоящему боится быть первым, кто это подожжет, но все морально готовы, что это загорится. Это будет иметь очень серьезные последствия для глобального рынка углеводородов. Вот здесь Российская Федерация, то ли тоже со спичкой, то ли в числе пожарной команды, которая все время эти спички пыталась погасить, не получилось. И сейчас, когда вот это пламя уже разгорается, опять у Российской Федерации роль незавидная, потому что Соединенные Штаты определились, они поддерживают Израиль. Федеративная Республика Германии сегодня тоже распространила заявление, где признает право Израиля на самооборону, фактической поддержкой Израиля. Здесь мы пытаемся сохранить нейтралитет, хотя делать это все сложнее и сложнее. Ну, я бы не сказал, что делать это сложнее и сложнее. Вопрос заключается в том, что, ну, опять же, это или все в русской классике, это же все из русской классики. Замечательная формула, они нашли большое поле. Эти замечательные люди, которые хотели нового Карибского кризиса, вот, они нашли страну, которую им было не жалко. Да, это Сирия. Объективно в этом есть логика, потому что в Сирии уже разрушено все, что только можно разрушить. Вот, и в Сирии в действительности никаких важных геополитических интересов ни в одной из сил, кроме Ирана, нет. Ну, вот, решили поджечь. Здесь еще, конечно, вопрос американо-иранских противоречий, и там очень сложная история, она гораздо более сложна, чем это кажется на первый взгляд, но дело не в этом. Дело в том, что на этот Карибский кризис не пришла Россия. Да, Россия в этом Карибском кризисе решила не участвовать, поэтому американцы остались одни, один на один с Ираном. Вот, в общем, с испорченными отношениями с европейскими союзниками, потому что дело же не в посольстве, а дело в том, что в Иран европейскими странами, европейскими компаниями были вложены, в общем, десятки миллиардов евро, да, в восстановление иранской углеводородной промышленности, которая после санкций находилась в тяжелейшем состоянии. Поэтому там история-то очень простая, что получилось так, что правительство Обама таскало, Обама таскало каштаны из огня для европейцев, как бы, брокером соглашения с Ираном. С Ираном, действительно, тут надо прямо-то говорить, были Соединенные Штаты Америки, которые рассчитывали на очень серьезные дивиденды от того, что, как бы, Иран выводится из пассанкции, а основными бенефициарами оказались наши замечательные европейские люди, которые стали туда поставлять все, что угодно, в том числе и самолеты, на которые рассчитывал Боинг. Теперь встает вопрос, а что будет с этими деньгами? А с этими деньгами будет ничего, потому что европейцы стоят перед прямой угрозой утраты всех тех инвестиций, которые они сделали в Иран. Поэтому там ситуация сложная. Ну, европейцы уже готовятся защищать, в том числе, свои инвестиции и таким образом как-то хотят отвечать Соединенные Штаты Америки. Хотел бы я на это посмотреть, как госпожа Меркель, и особенно, вот мне просто будет лично это интересно, посмотреть господин Макрон, это будут делать. Наверное, они напишут в Твиттер что-нибудь про Трампа нехорошее, потому что на сегодняшний день никаких инструментов защиты от давления США у европейцев нет. И очень крайне маловероятно, что они появятся. То есть, говорить о том, что трансатлантической солидарности конец было бы преждевременно, ровно потому, что вы видите определенную зависимость европейского континента от действий Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день под контролем европейских стран не находится ни одного глобального финансово-инвестиционного инструмента, кроме Deutsche Bank. Достаточно набрать в любой поисковой системе Deutsche Bank Трамп, чтобы узнать, что вероятнее всего следующей целью американских регуляторов будет именно эта финансовая структура, которая просто выведет из игры. Господин Трамп человек мстительный и некоторых вещей, которые у него случились в трудные моменты его жизни с Deutsche Bank, он не простит. Так вернемся к роли Российской Федерации, которая пока в роли наблюдающего выражает обеспокоенность дипломатическим языком, но и при этом присутствует в Сирии, при этом с Ираном имеет военные договоренности, контракты, с Турцией имеет военные договоренности, контракты, с Сирией имеет военные договоренности, контракты и дружит с Беньямином Нетаньях. Да, я считаю, что это позиция скорбного созерцания с высокой горы, при этом эта гора находится на территории и контролирует с этой горы территорию в Сирии, где живет примерно около половины населения Сирии, где проходят основные логистические артерии в этой стране, собственно говоря, с этого начинается конструирование Сирии. Это всегда очень приятно, всегда очень полезно, потому что в таких странах, как Сирия, да и вообще на Ближнем Востоке, главный доход получает не тот, кто владеет колодцем, а тот, кто контролирует дорогу, по которой воду из этого колодца возят. Не знаю, удастся ли долго оставаться в роли того самого созерцателя и наблюдателя, ну потому что грех не втянуть в это противостояние. И это будут делать, потому что все, что делается последний, ну год-то, конечно, вряд ли, но последние полгода и со стороны наших замечательных партнеров, в кавычках, и со стороны наших замечательных партнеров, без кавычек, заключается в том, чтобы Россия стала прямым участником военно-силового противостояния в Сирии. Займи сторону, да. Да, ну, пока-то не втянули, в этом смысле, я думаю, что это один из первых случаев участия России в конфликтах за пределами своей территории, где нам удается, собственно говоря, действовать в рамках своих интересов, а не интересов наших партнеров. В Советском Союз такое почти не получалось. Нет ощущения, что не втянули пока по чистой случайности, потому что вот ракета влево, ракета вправо и уже втянуты. Да, есть такая вероятность, но, например, если наши замечательные ракетчики из такой великой организации как ХСБЛА попадут, например, случайно пролетит ракета и куда-то попадет нефтяной терминал, допустим, в Хайфе, то, конечно, тут будет большой конфликт. Вообще, Ближний Восток, вот если и стареть, я вот как арабист по образованию могу сказать, Ближний Восток это набор, вообще история Ближнего Востока, это набор случайностей, которые выстраиваются в закономерность. Но пока случайности на нашей стороне, поэтому вы можете, конечно, сказать, что дуракам везет, но пусть дуракам будет везти дальше. В этом смысле очень хорошо, что мы пока не побежали никуда уж так уж восстанавливать экономику Сирии. Я думаю, что надо подождать еще годик, а вот через год, через год, конечно, нам нужно, может быть, чуть меньше, если все будет нормально. Через год нам надо выходить, конечно, с большой программой мирного регулирования, мир доверия на Ближнем Востоке, выступать в качестве площадки. А сейчас вполне там в Астане вся эта оппозиция с нынешним правительством Сирии могут вообще ввести эти бесконечные разговоры о том, кто виноват и что делать. Но пока я думаю, что Россия обеспечивает прежде всего то, чтобы там не реструктуризировались и вновь не стали большой силой радикальные исламисты. Нас это интересует в первую очередь. Второе, чтобы вот этот поток исламистов не пошел в случае дестабилизации ситуации в Иране на Каспий. Это два. А больше, ну, будем прямо говорить, у нас руки развязаны пока. Созерцаем, наблюдаем, идем дальше. Я напомню, с нами Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор высшей школы экономики. Сейчас предлагаю окунуться во внутри политические проблемы, а именно в новый кабинет министров Российской Федерации. Мы просто ждем сегодня, когда огласят полный список. Пока у нас есть список по вице-премьерам, но известен, конечно, премьер-министр. Это Дмитрий Анатольевич Медведев. Ваша версия, к чему все это идет? Вот на фоне публикации 13 национальных проектов, на фоне амбициозных задач, которые ставятся до 2024 года, такое разочарование в том, что ничего не происходит с кабинетом министров, по сути. Ну, а что должно с ним происходить? Ну, давайте будем, я, что называется, тут не адвокат ни кабинету министров, ни нашему замечательному политическому руководству, но давайте будем прямо говорить. Значит, сперва наша замечательная позиция, как левая, так и правая, как системная, так и несистемная, блистательно сливает выборы в Думу. Так, ну давайте прямо говорить, что выборы в Думу не столько выиграла Единая Россия, сколько проиграли оппозиционеры. Потом мы имеем президентские выборы с участием кандидатов от оппозиции один другого к раше, причем там выступают люди, которых, ну, близко нельзя подпускать к политической деятельности, вот, а потом, ну, с естественным результатом, а потом мы удивляемся, почему власть не учитывает интересы оппозиционных кругов, которые вроде как имели что сказать. Я вам сейчас скажу, внутренняя политика, это не мой конек, я стараюсь по этому поводу не вылезать, но я вам так скажу, что за выборами следил, за теми и с другими, и третьими ничего не услышал. Что касается того набора президентских приоритетов, которые были обозначены, если это правительство эти приоритеты выполнит, то мы будем просто жить в другой стране, особенно с точки зрения социального стандарта. Поэтому главное, я думаю, что вот эти приоритеты, это приоритеты до известной степени консенсусные. Мне очень понятно просто, насколько эти приоритеты учитывают внешнюю конъюнктуру, на которую мы постоянно ссылаемся. Вот, они, я думаю, что вообще не учитывают внешнюю конъюнктуру, я думаю, что это приоритеты, которые рассчитаны на то, что внешняя конъюнктура для нас будет плохой. Ну, я бы, например, не рассчитывал на то, что у нас что-то улучшится в наших отношениях с Западом, скорее наоборот. Хотя, надо сказать, что и перспектив какого-то уж совсем резкого ухудшения отношений с Западом я тоже не вижу. Но вопрос ведь нас что волнует? Нас волнует то, что мы не верим, что этот замечательный состав музыкантов исполнит, наконец, какую-то внятную симфонию. Ну да, тут, конечно, есть большие вопросы и к персоналиям, и ко всему остальному, но, с другой стороны, президент получил 76,6%. Он получил колоссальный мандат доверия. Он этот мандат доверия использовал для того, чтобы сконфигурировать тот состав правительства, который он считает оптимальным. Он взял на себя ответственность. Нынешний состав Совета Министров – это личное решение президента. Тут не надо, что какая-то дума там на него влияла. Это личное решение президента. Это его личный политический ресурс. Вот давайте и дадим поработать этим замечательным людям, а потом спросим и зададим вопросы. Я думаю, что двух лет, полутора-двух лет нам примерно хватит, чтобы понять, полетел этот паровоз или не полетел. И самое интересное, куда этот полетел. Но сейчас устраивать какие-то там демарши, как сейчас это делается. Ну, что тут устраивать демарши? Вы проиграли выборы, ребята. Причем одни, причем потом другие. Причем проиграли в чистую. Мне только не очень понятно, откуда такая уверенность, что хуже отношения с Западом вряд ли станут. Там есть всегда, куда падать. Нет, падать есть всегда. Но только дело заключается в том, что даже такие отмороженные ребята, как американцы, уже вполне открыто признают, что они не знают последствий следующей волны санкций. Они не могут предсказать, что будет для них. В этом вся проблема американцев. Они бы сейчас ввели бы очень серьезную новую волну. Она у них готова. Только они не знают, что будет с ними после этого. С нами сегодня Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор высшей школы экономики, кандидат политических наук. Сейчас информационный выпуск. После этого вернемся и продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15 часов 35 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор высшей школы экономики, кандидат политических наук. Ну, сейчас еще одна тема, которая, с одной стороны, касается внешней политики, но ориентирована на внутреннюю. Это наша борьба с санкциями, с помощью контрсанкций, с помощью наказания тех граждан, которые хотят соблюдать санкции, которые, по сути, способствуют введению этих санкций. С чем мы боремся? Не очень понятно. Я вообще очень скептически отношусь к этой толкотне по поводу санкций и контрсанкций. Надо просто жить, надо просто развивать собственную экономику, исходя из своих приоритетов. Потому что нет ничего более глупого, чем бороться с санкциями, которые вводятся странами, которые этими санкциями в отношении других стран занимаются уже 20 лет. Те же самые Соединенные Штаты, они собаку съели в санкциях, контрсанкциях. Кстати, в чем сила позиции Соединенных Штатов? Они практически от наших санкций, ну, может, и зависят. Ну, давайте прямо будем говорить очень слабо. Вот там приводят примеры того, что мы им Титан там не поставим. Ну, хорошо, не поставим в Америку Титан. Боинг не получит Титан для самолетов. Я следующий вопрос задам. Ну, а кому мы его поставим? Да, поэтому здесь очень такая вот... Ну, я все понимаю, что, конечно, нужно предпринимать некие пропагандистские действия, потому что вот нас бьют, а мы крепчаем. И раз за разом начинает надоедать вот это вот, что, типа, не поддаемся на провокации огня, ответного огня не открываем. Очень хочется ответить. Да, наверное, надо было по некоторым вопросам отвечать. Но мы же понимаем, ну, вот смотрите, да, с чего начиналась санкционная политика? Я же все очень хорошо помню. Я все-таки, как бы, немножко пытаюсь эти вещи как историк оценивать. Ну, давайте, тут с чего начиналась санкционная политика? 14-й год. Главный крик какой был? Мы вам отключим свифт. Да? Ну, вот это не крик был, это шепот. Ну, как не шепот. Мы можем еще и свифт отключить. Нет, это был крик. Вы, значит, сейчас вот мы вам АТУ, и вот мы сейчас вам отключим крик. Прошло, прошли долгие 4 года. Свифт, во-первых, никто не отключил. Во-вторых, в результате криков, что вот сейчас Россия, а заодно Ирану, Китаю, Белоруссию, и вся много там называлось кому, мы отключим свифт. Уже есть наработки по нескольким странам и коалициям стран по альтернативным системам. Выясняется, что если вот сейчас, вот прямо вот сейчас, завтра отключить свифт, ну, в России точно ничего страшного не произойдет. В Китае ничего страшного не произойдет. Даже, страшно сказать, в Иране ничего страшного не произойдет от того, что им отключат свифт. Поэтому стоит ли, собственно говоря, пугать этим? Наверное, не стоит. Поэтому тема отключения свифта, она вот в конце 17-го года так вот возникла, а потом мы перешли, ну, не мы, а американские наши замечательные партнеры, перешли на то, что начали пугать наших олигархов персонально. И надо сказать, вот заметьте, что персональное пугание наших олигархов с санкциями имеет гораздо больший результат, чем пугание системной Российской Федерации. Пример Дерипаска, да. Ну, там не только. Там, вы меня извините, там перед январь-февраль, это просто было паломничество. То есть, я думаю, что люди из лоббистских и консалтинговых ферм в Вашингтонске обогатились так, что могут не работать уже их внуки. Да, а видимо, у некоторых и правнуки. Поэтому я думаю, что там, как бы сказать, ну, наверное, не дипломатично, но развод лохов был поставлен на поток. Да, потому что это просто был поточный метод. И я считаю, правильно, потому что если люди не понимают, не понимают некоторых неизбежных вещей, то почему бы с них за это еще и денег не взять. Поэтому я политику американской партии и правительства в вопросах русских олигархов всячески поддерживаю, потому что, как бы, надо учить. Посмотрите, все говорили, вы, значит, будет дефицит продуктов. Дефицит продуктов не обнаружилось. Обнаружилось поднятие цен временное, факт, тут даже спорить нечего, которое потом начало приходить в норму. Поэтому главным инструментом борьбы с санкциями является развитие собственной промышленности. Ничего больше. Никакие санкции вам не страшны, если у вас есть устойчивый экономический рост. Если вы создали относительную защищенность финансовой системы, а надо сказать, что как бы ни ругали наши монетарные власти, то ли за либерализм, то ли, наоборот, за администрирование, защищенность финансовой системы, кредитно-финансовой системы с 2014 года по, допустим, 2018 увеличилась на несколько порядков. С этим не будет спорить теперь абсолютно никто. Но мы по-прежнему экспортоориентированная экономика, и это никуда от нас не денется. Самая главная экспортоориентированная экономика в мире – это Китай, что не мешает ему стать самой большой экономической силой. У нас проблема в другом. У нас несбалансированный характер нашего экспорта. У нас в основном сырье. Хотя нельзя, опять же, отрицать, что есть очень интересные, очень хорошие подвижки по экспорту более-менее технологически насыщенных вопросов. Проблема-то в чем? Ну вот мы создали Евразийский экономический союз. Давайте прямо скажем, что пока это хорошо структурированная торговая зона. Зона свободной торговли и такой полузамкнутый торговый блок. Величина его недостаточно на сегодняшний момент для того, чтобы говорить о каком-то более-менее замкнутом в пределах этого блока инвестиционном цикле. Но вот если там появляются такие страны, с которыми сейчас ведут переговоры, как, например, тот же самый Иран, как, например, тот же самый Вьетнам, хотя Вьетнам это гораздо более сложная история. Далеко, да. Да, ну и там и структура, собственно говоря, промышленности специфическая, но тем не менее можно попробовать. И ряд других государств, это все будет выглядеть совершенно по-другому. Но мы должны просто посмотреть на то, что происходит в ЕАЭС, искать, а это вообще как бы способствует изменению нашей системы, нашей внешней торговли или не очень? И что нужно сделать для того, чтобы это способствовало росту российской промышленности? Ну-то и вот, и вот и все. А политические, что всякие заявления о том, что мы сейчас объявим американцам и эти санкции, европейцам и эти санкции, не надо стрелять себе в ногу, так? Не надо стрелять себе в ногу с лекарствами, не надо стрелять себе в ногу с экспортными поставками. Капиталист не боится, что вы ему что-то будете запрещать политически. Он в этом живет уже много лет. Тогда в чем логика введения уголовной ответственности за соблюдение санкций, за потворствование санкций? Ну, здесь определенная логика имеется, давайте прямо скажем. Если ты работаешь в России, ты должен работать в России по российским законам. Когда вы приходите в российский суд, не будем показывать пальцами, и говорите, что мы не можем выполнять российские законы, потому что мы собираемся работать по законам ЕС, то, наверное, людям из некоторых западноевропейских компаний нужно для себя решить. Им что интереснее, соблюдать санкционные законы ЕС или зарабатывать деньги в России? А и то, и другое не получится. Но мы же не можем отделить себя от планеты Земля. Это как Сбербанк, который вынужден не заходить официально в Крым, ровно потому, что это будет чревато для его бизнеса вообще на всех остальных территориях. Да, от планеты Земля мы, конечно, не можем себя отделить, но планета Земля состоит не только из Европейского Союза, и к руководству Сбербанка тоже можно задать аналогичный вопрос. А что же вы довели ситуацию с вашими инвестициями в Европе до того, что они настолько для вас важны по сравнению с внутрироссийским бизнесом, что вы боитесь признать единство территории Российской Федерации? Интеграция в мировую экономику, такая задача стояла и стоит. Значит, нужно снимать с себя статус Государственного банка, выходить на приватизацию, выкупать и так далее, и тому подобное. Но если вы работаете в России, вы должны признавать единство территории Российской Федерации. Ну, по-другому не бывает. Хотите работать в Германии, значит, живите по германским законам. Но если вы зарабатываете в России, вы должны соблюдать законы Российской Федерации. Или отказаться от того, чтобы зарабатывать в России. Пожалуйста, выводите пакет акций в Германию за соответствующую сумму. Регистрируйтесь там, в Брюсселе, или в Лексимбурге, или в Лихтенштейне, или в Княжестве Монако. И оттуда можете соблюдать ваши санкции сколько хотите. Я напомню, с нами Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор высшей школы экономики, кандидат политических наук. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос в догонку инаугурации. Вот гурналист Михаил Фишман написал в своей книге, что даже Саакашвили сделал в Грузии то, что россияне ждали от Путина. А вопрос, что, на ваш взгляд, ждали россияне от Путина, и что они получили. Потому что мост мостом, а вы бываете в провинции. А даже что в Москве, если даже для МИДа денег хватило только на ремонт крыши. А сам МИД остался как забытый памятник к временам Андрея Андреевича и Лидии Дмитриевны Громыка. Спасибо, принимается. Ну, во-первых, я в провинции бываю достаточно много. И прямо вам могу сказать, что в провинции очень разные вещи. Я тут не буду называть регион. Был в одном регионе, который считается одним из полудепрессивных. Там очень интересная история. Вы приезжаете в депрессивную столицу региона, и действительно там некоторые вещи вызывают вопросы. Но там кипит политическая жизнь. То есть там борьба. Там Дума, дебаты. Это самое законодательное собрание. Это место для дискуссии. Все нормально. Все как положено. Да, при этом, ну, мягко скажем, не очень это все блещет. Вы выезжаете за пределы этого столичного в регионе города. Там вдруг начинаются хорошие дороги. Вот там абсолютно потрясающе по уровню развития сельского хозяйства. Там, ну, просто гостинички. Там народ живет. Но при этом там полностью отсутствует какая-либо политическая жизнь. То есть ЗАГС собрание это, что называется, не место для дискуссий и так далее и тому подобное. По-разному оно очень бывает. Опрос заключается в том, что да, в чем все правильно. И в чем есть природа несбалансированного развития. Это, конечно, то, что те институты политической власти, административной власти, которые у нас есть, они, конечно, не соответствуют той стране, которую мы на сегодняшний день имеем. Это все-таки что-то из прошлого, что-то из 90-х, может быть, с начала нулевых. А что же касается крыши МИДа. Ну да, конечно, есть проблемы с поддержанием и исторических памятников и так далее и тому подобное. Но это не значит, что не надо строить мосты. Потому что, вы знаете, я очень тяжело иногда воспринимаю поездки в Европу. Вот вы понимаете, вы приезжаете в какой-нибудь европейский город, а вы приезжаете в музей. Ну, это еще Достоевский говорил о том, что милые кости Европы. Это музей, где работают служители этого музея, а к ним еще подселили квартирантов из Азии, из Африки и так далее. Все-таки, вы знаете, чувство, которое испытываешь, когда по России ездишь, это, конечно, чувство развития. Я вам могу сказать, что у меня есть пример один из жизни. Я на дачу езжу по Калужскому шоссе. У меня вот там было в одном месте фабричка мороженого. Она пережила 90-е. Она там пережила даже нулевые. Сколько там людей за стабильность на этой фабрике мороженого полегло, я боюсь себе представить. Но я все время работаю. Вы знаете, в 2012 году она закрылась. Печально. Это была плата вот за тот нефтегазовый гламур, в котором мы к 2011-2012 году оказались. Это все, кстати, происходило под крики об инновациях. Сейчас она открыта, там прекрасное мороженое, там еще много чего на базе ее сделали. Это вот к вопросу о санкциях. Да, какой эффект? Но в тот момент, когда мы уже прям вот практически интегрировались, куда мы хотели интегрироваться, вот только рукой потянись. И вот мы уже в Европе, и уже даже нам где-то кто-то обещал без виз, правда, никто не помнит, кто нам его обещал, но обещали, да, точно, без виз в Европу. Вот эта фабричка мороженого, которая пережила тяжелейшие годы, она закрылась. Потому что мороженое-то было на другом молоке, из других стран и так далее. И наше российское мороженое вдруг оказалось никому не нужно. Вот это вот главная проблема. Александр пишет. Теперь за разведенных лохов, это вас цитирует, будет платить еще наше население за всех этих вексельбергов, дерипасок, прочих обрамовичей, которым будут помогать из госбюджета. Вам не обидно? Мне нет. Надо более-менее понимать структуру российского госбюджета, чтобы понимать, что ни на Сочи, ни на мост в Крым, ни вообще на Крым, ни у одного из нас из кармана ни одной копейки не взяли. Что касается бексельбергов и так далее и тому подобное, наших олигархов, ну, во-первых, кое-кого-то не развели. Потому что, вы знаете, в чем сила вообще, почему мы выдержали вот это все? Что американцы, и это они прямо говорили, и в том числе там, они даже это не скрывались. Они считали, что стоит только щелкнуть пальцами, и вот эти все олигархи наши вдруг возьмут и, собственно говоря, и сменят наши и правительства, и курсы, и все такое. Во-первых, они не сменили. А во-вторых, среди вот этих вот людей, которых мы иногда искренне, а иногда не очень называем мироедами, да, ну так, что тут, дайте правду говорить. Оказалось, гораздо больше людей, которые взяли и заняли государственническую позицию, чем мы могли себе представить. Потому что, если бы все бизнес-сообщество России занимало позицию, ну, такую, будем говорить, компрадорскую, то я думаю, что эти четыре года мы вряд ли бы выдержали. А мы их выдержали. Ну, они-то думали о себе, прежде всего, а не о государстве. Здесь они позаботились о чувстве самосохранения сработало. И это хорошо, потому что, если человек думает только о государстве и, как бы, жила бы страна родная и нету других забот, это называется, по-русски, троцкизм. Вот. Это приводит к очень серьезным психиатрическим срывам у этих людей. И вот эти вот разговоры о том, что давайте делать все без, там, личного интереса, однажды уже привели к кризису нашей страны в 80-е и 90-е годы. Я не считаю наличие личного интереса в сохранении российской государственности большой опасностью для нашей страны. Пусть будет личный интерес. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич. Гость студии подчеркнул важную вещь, что правительство, вот настоящее, это выбор Владимира Владимировича Путина. Это правильно. А вот возникает вопрос, что такое 77% на выборы? Это большинство избирателей, все-таки все проблемы и недостатки правительства с именем Владимира Владимировича не связывало никак. А вот гость как думает, прошли вот следующие 6 лет, если провалы будут, они наверняка будут, теперь будут связывать с именем Владимира Владимировича Путина эти ошибки правительства? Спасибо, принимается. Будут. Президент использовал свой личный политический ресурс, полученный им от общества на выборах, для того, чтобы сформировать то правительство, которое он хочет. Да, он взял на себя ответственность. Я его за это уважаю, что он сделал очень сильный шаг. Но он, я надеюсь, понимает, что права правительства, ну, переложить на клерков уже сейчас будет невозможно. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый в эфире. Виктор Михайлович беспокоит. Да, Виктор Михайлович. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о политической активности нашей. Возможно ли есть активность, если выборы будут организованы так, как они организованы в Москве, например, в прошлом году, когда явка была 8-10%, а многие избиратели даже не знали, что проходят муниципальные выборы. Сейчас идет подготовка к выборам мэра. И продолжается то же самое. Ни кампании, ничего нет. А выборы скоро. Спасибо, принимается. А в чем проблема-то? Если вы хотите знать, что у вас проходят муниципальные выборы, вы знаете. Я, например, знал, я ходил на муниципальные выборы. К сожалению, мой кандидат, за который голосовал, не набрал того процента голосов, который должен был набрать. Но это не значит, что эти выборы были нечестными. Все же от нас зависит. Слушайте, это говорит о несправедливости, о политических технологиях, которые используются якобы ради демократии. А на самом деле удушение демократии. Послушайте, ну что значит удушение демократии? Ну так, сушили явку, сушили. Послушайте, кто-то сушил, кто-то раздувал. Да, вы хотите сказать, что все политические силы, которые участвовали в прошлых муниципальных выборах, они сушили явку? Но если кто-то сушил явку, то почему в таком случае другие ее не раздували? Это что у нас? Это же битва на найских мальчиков. Вот я сейчас смотрю, что делается в райсоветах. Очень не похоже. Дело же не в этом. Дело в том, что мы, власть это мы. Это такие же мы, которые пошли, так сказать, в выборные органы. С нами был Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич, приходите еще. Спасибо. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.